я приветствую всех на канале узоры по петель на с вами я ирина ягодинская и сегодня я буду вязать вот это великолепие посмотрите оцените красоту этого шедевра узор просто сказочно хорош узор красивый сложности вывязывания этого узора нету никакой с этим узором справится даже самый начинающий любитель вязания вяжется быстро вяжется просто выглядит превосходно я сейчас покажу схему если вам нравится оставайтесь разберем быстренько схему и вместе по петель на свяжем эту красоту перед вами схема узора на схеме указаны только лицевые ряды это видно по нумерации все изнаночные ряды в этом узоре вяжутся по рисунку это значит что с изнаночной стороны мы будем провязывать ту петлю какую видим видим лицевую вяжем лицевую видим изнаночную вяжем изнаночную накиды с изнаночной стороны будем провязывать и изнаночной петлей раппорт узора высоту состоит из шести рядов провязав пятый лицевой ряд мы возвращаемся по изнаночной стороне это будет шестой ряд и уже как бы седьмой ряд мы начинаем повторять всю схему с первого ряда раппорт узора есть и в ряду напомню что раппорт это постоянно повторяющаяся часть узора раппорт узора состоит из 7 петель для того чтобы набрать необходимое количество петель для вывязывания этого узора число петель в наборном ряду должно делиться на 7 плюс 1 раз 2 петли это петли симметрии у нас раппорт начинается из двух изнаночных петель а заканчивается совсем по другому поэтому мы прибавим две петли и будем провязывать в конце ряда тоже 2 изнаночные чтобы наш узор выглядел симметричным и завершенным и так быстренько подытожим число петель в наборном ряду должно делиться на 7 плюс один раз две петли и плюс две петли кромочные на схеме горизонтальные черточки это изнаночные петли все вертикальные это лицевые нолики это накиды красные треугольнички у которых гипотенуза показывает влево это две петли вместе лицевой с наклоном влево черные треугольнички у которых гипотенуза показывает вправо это две петли вместе лицевой но с наклоном вправо вот эта петелечка я ее называю это декоративный элемент я называю ягодка вяжется она следующим образом выделяются три лицевые петли третья петля перебрасывается через две петли и сбрасывается со спицей две оставшиеся петли провязываются лицевая накид лицевая сложности вывязывания этого узора нету никакой берите спицы и мы с вами свяжем эту красоту здесь у меня еще нарисован один ряд написано базовый этот ряд подготовительный я его провяжу только один раз для того чтобы не начинать вывязывать узор с наборного ряда когда мы будем вязать какое-то изделие мы будем начинать вывязывать узор от планочки или от резиночки а сейчас для того чтобы узор лежал ровно и красиво я свяжу вот этот базовый ряд подготовительный распределенном петли и свяжу его как бы с изнаночной стороны я провязала подготовительный ряд распределила в нем петли и сейчас я нахожусь на лицевой стороне приступаем к вывязыванию узора первый ряд по схеме кромочную снимаем не провязанной первый раппорт две петли изнаночные 1 изнаночная 2 изнаночная 1 петля лицевая перед нами три петли третью подхватываем переносим через две и сбрасываем со спицы две оставшиеся петли провязываем лицевая накид лицевая 1 петля лицевая мы провязали с вами раппорт узора в ряду вяжем следующий раппорт две петли изнаночные 2 петли изнаночные 1 петля лицевая 3 петлю перебрасываем через 2 и сбрасываем со спицы две оставшиеся петли провязываем лицевая накид лицевая одна петля лицевая мы с вами провязали второй раппорт 2 изнаночные это петли симметрии кромочная тоже изнаночной мы провязали первый ряд узора разворачиваем работу на изнаночную сторону с изнаночной стороны мы провязываем те петли какие видим видим лицевую вяжем лицевую видим изнаночную изнаночной накиды провязываем изнаночной петлей довязываем ряд до конца разворачиваем нашу работу на лицевую сторону мы на лицевой стороне узора третий ряд узора кромочную петлю снимаем не провязанной две петли изнаночные это петли разделительные они как тропиночки будут бежать по нашему полотну вверх и вверх и вверх разделяя декоративные элементы смотрим на схему две петли вместе лицевой с наклоном вправо петли которые должны наклониться в правую сторону мы всегда будем разворачивать разворачиваем возвращаем на левую спицу под растянули чтобы нам было удобно провязать их слева направо и они наклонились в правую сторону накид 1 петля лицевая еще один накид 2 петли вместе лицевой но с наклоном влево эти петли мы никогда разворачивать не будем мы провязываем их вместе и они наклоняются в левую сторону две петли изнаночные две петли вместе лицевой с наклоном вправо разворачиваем под растянули и провязываем слева направо накид 1 лицевая еще один накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево этим и никогда не будем разворачивать две петли изнаночные кромочная изнаночной мы провязали третий ряд узора по схеме изнаночный ряд провязываем самостоятельно провязали изнаночный ряд 5 ряд узора последний ряд раппорта высоту кромочную снимаем не провязанной 2 петли изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево петли которые должны наклониться в левую сторону мы никогда не разворачиваем 1 петля лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо вот те что вправо мы будем разворачивать всегда накид 2 петли изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо не забываем их разворачивать накид 2 петли изнаночные мы провязали 5 лицевой ряд узора изнаночную сторону провязываем самостоятельно мы с вами провязали раппорт узора высоту следующий ряд начинаем повторять схему с первого ряда и провязав еще несколько рядов высоту наш узор сложится вот в такую великолепную картину ну что ж мои дорогие я очень надеюсь что вам все понятно и у вас тоже получился красивый узор кто еще не вязал берите спицы попробуйте получится невероятная красота а я приглашаю вас к себе на канал выбирайте понравившийся вам узор и мы вместе со мной победительно свяжем то что привлекло ваше внимание я желаю вам всем здоровья я желаю во всем мира пусть у вас все будет хорошо берегите себя мои дорогие ваша ирина